Азу Обязательно соленые огурчики, мамины, два помидора из зелени петрушка и укроп, лавровый листик и специи соль, перец, красная паприка. И, конечно же, вкуснющая самогоночка. Как без нее? Начинаю готовить. Забегу немножечко вперед. Блюдо очень вкусное, сочное, полезное, праздничное. Для любой компании подойдет и приготовить его можно в обычных домашних условиях, на обычной газовой плите. Я же буду сегодня готовить в казане на костре. Будет интересно и вкусно. Поехали! Первое, с чего начинаем, это нарезаем картошку. Нарезали картошку, разжигаем костер. Казанчик хорошенечко промыли. Огонь держим максимальный. Добавляем масло. Масло приблизительно пол-литра. Напомню, разогретость масла я проверяю луком. Как лук начинает зубчать и готовится, значит масло полностью разогрето и начинаем готовить в нем. Лучок обжарился, дал маслицу свой аромат. Первая закусь готова. И теперь уже в разогретое ароматное от лука масло отправляем картошечку. Обжариваем картошку. У нас нету цели картошку полностью приготовить. Нам нужно картошке дать такую вот хрустящую корочку, запечатать ее, при этом чтобы она внутри была сырая. Поэтому вот так вот, сейчас она у нас подзапечатается, буквально 5 минут и мы ее достаем. Ну вот смотришь на это и согласитесь, невозможно по-другому. Всех с праздниками, дай бог всем здоровья, счастья, любви, благополучия. Хай щас пить. И сыненький помидорчик маме. Вот. Как это вкусно. Поехали дальше. Обжарили, запечатали картошечку. Вот так вот она выглядит. Такой золотистый цвет у нее. При этом внутри она еще сырая. Нам ее доготавливать не надо. Она будет доготавливаться уже в конце с мясом. Теперь сливаем это масло. Нарезаем мясо. Повторюсь, у меня говядина. У меня здесь почти 2 килограмма говядины. 800, здесь килограмма 800. Говядину нарезаем на небольшие, продолговатые кусочки желательно, чтобы она хорошо приготовилась и была мягенькой. Сейчас покажу на какие. Желательно на такие кусочки нарезаем всю говядину. Лучок нарезаем обычными полукольцами. Морковку я нарезаю тоже полуколечками. Перец острый я резать не буду, потому что сегодня в гостях у меня будут родители, они не любят острое, поэтому перчик я просто положу, он даст свой аромат, и после чего я его достану. И нарезаю помидоры. Помидоры нарезаем кубиками. И последний ингредиент это огурчики соленые. Три огурчика будет достаточно. Огурчики тоже нарезаем полукольцами. Смотрите, я люблю огурцы соленые, поэтому вот такими кусочками большими я нарезаю, для того, чтобы они не растворились, и я видел их в блюде. И при этом они дадут свой аромат. Картошка готова, картошку сняли. У нас все нарезано. В конце я еще добавлю, почищу чеснок и нарежу зелень. Продолжаем готовить азу в казане на костре. Слили масло, добавили дров. Добавляем немного нового маслица. Ждем, когда полностью разогреется масло, и будем обжаривать мясо. Масло полностью разогрелось, и теперь обжариваем мясо. Посмотрите, как моментально обжарилось мясо. Вот такой аромат мяса стоит. Обжарили мясо, мясо дало вот такой сок. Приблизительно 5 минут обжарили его. Добавляем лук. Перемешиваем с лучком. С луком сушим приблизительно 5 минут. Огонь делаем средний. 5 минут все приблизительно готовится. Теперь добавляю морковку и помидоры. Тоже все перемешиваю. 5 минут протомилось. Добавляем лавровый листик. Добавляем солененькие огурчики. Добавляем красный остренький перец. И добавляем специи. Я добавляю все по одной чайной ложечке. Чайную ложечку паприки. Чайную ложечку перец черный молотый. И чайную ложечку соли. Сверху ставлю чесночину. И сверху заливаю водой. Воды приблизительно 200 грамм. Воды заливаю так, чтобы покрылось все блюдо. Чтобы оно томилось в собственном соку. И накрываю крышкой на полчаса. Азу почти готово. Давайте нарежем зелень. Зелень и повторюсь. У меня укроп и петрушка. Итак, прошло полчаса. Вот так вот томится азу. По-татарски. В принципе, можно определить по чесночку. Чесночок мягенький. В принципе, все готово. Полчаса достаточно. Отсюда убираю острый перец. Повторюсь, так как у меня в гостях сегодня родители. Они в острое не любят, поэтому перец я убираю. Убираю лавровый листик. Лавровый листик уже свое дал. Свой аромат отдал. Вот как я и говорил. Посмотрите. Огурчики целые. Морковка целая. При этом она полностью готова. Разваривается. Вот так же на очень медленном огне я все продолжаю томить. И теперь сюда я возвращаю картошку, которую готовил в самом начале. Напомню, она у нас внутри еще немножечко сыроватая. А сверху вот в такой вот золотистой корочке. Все перемешиваю. И оставляю готовиться еще на 15-20 минут. Вот, кипит уже около 15 минут. Вот так вот все выглядит. И в конце я добавляю зелень. Еще раз перемешаю последний раз. Накрываю ровно на одну минуту. Идем пробовать. Ну что, отведаем азу по-татарски. Вот так вот выглядит азу по-татарски. Насыпаем. Смотрите. Как все сочно, как все вкусно. При этом, как я и говорил, картошка у нас осталась целая. Огурчики остались целые. И сочное мясо. Ну что, с праздниками. Да. Самое главное здоровье. Да. Это самое главное в жизни. Здоровье. Приятно упить. Ну попробуй, сейчас получилось. Очень вкусное, ароматное блюдо. Обалденное, я же сказал. Я всем скажу спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Как с праздниками, что ли? Как с праздниками. Пока, друзья. Да. Продолжение следует...